Этим кадром два года. Проливной дождь затопил жилой массив Елтай. Вода хлынула бурным потоком в дома и дворы. Жилье у отца пятерых детей Алибека у Разбаева находится в Низине. Камни грязи, вода заполнили двор и снесли стену столовой. Пять домов, которые были серьезно повреждены, признали непригодными для проживания. Их снесли и отстроили заново. Среди пяти пострадавших семей оказалась многодетная семья у Разбаевых. Пришла помощь со всех сторон. В том же году назначенные Акимом города Мурат Айтенов с подчиненными все время были здесь. Нам построили новый добротный дом. Я благодарен Всевышнему, народу и власти, которые не оставили в беде. Жизнь жителей микрорайона Елтай из года в год улучшается. Улицы асфальтируют, старые ветки столбы меняют. Улица Найзатас освещена. В жилом массиве курсирует общественный транспорт. Ко дню города на улице Садыка Успанова отремонтировано почти два с половиной километра дороги. Проведено освещение. Эта дорога на перевале соединяет Елтай с жилым массивом Тогус. Раньше здесь невозможно было пройти. Летом пыль, весной и осенью грязь. Теперь вдоль трассы есть тротуар. По нему можно ходить без страха. Согласно планам развития города, в сектор Казгорск входит пять жилых массивов Нинбекшинского района. Отремонтированы и асфальтированы 64 улицы. Осталось 7 улиц. Будут отремонтированы в следующем году. В населенных пунктах Елтай, Желан-Бузган, Маятас, Айнатас, Тогус проживает 20 тысяч человек. На этой территории четыре школы, три детских сада. При спонсорской поддержке ведется строительство школы на 600 мест в жилом массиве Елтай. В следующем году начнется строительство моста. Шинар Оразова, Монтея Ольбеков, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании «Утрар».